Всем привет! С вами Дико и в этом видео мы будем варить велосипедную цепь. Варить мы ее будем второй раз. Многие спрашивают у меня, Дико, почему ты не снимаешь видосы? Куда ты пропал? На самом деле никто не спрашивает. И вы спросите, эй, эй, что за подстава? Второй раз, а где же первый? Первый был экспериментальный, поэтому я решил снять ролик про мою вторую варку цепи. По большому счету он будет такой же, как был бы первый ролик, если бы он существовал. Почему вообще решил варить цепь? Кто-то считает, что это колхоз, но тот, кто хотя бы раз попробовал варить цепь в парафине, поймет, насколько это круто. Это как поссать в умывальник, стоит только один раз, хотя не будем об этом. Для всех любителей покемон гоу, собирать покебол и ловить покемонов на велосипеде куда удобнее. Смажьте своего железного коня и вперед за покемонами. Ну и приступим к варке. Хайденберг, мы будем варить. Для первой своей варки я выбрал стеарин, и это была моя ошибка. Поскольку он легко крошится и плохо пристает к поверхностям. Извлечь старый парафин из емкости можно простым нагреванием. Для варки подойдет любая банка, в том числе и из-под кофе. Саму же банку можно отмыть горячей водой. Вот собственно моя цепь. Она очень дешевая и готова к любым экспериментам. Она обработана парафином, и руки она не пачкает. Если точнее, то это был стеарин, и буквально после третьей езды он вышел из всех сочленений, и цепь начал издавать неприятные звуки. Вот почему я купил специальные свечи из парафина, поскольку парафин в другом виде найти не удалось. Также в моем арсенале есть воск, который я буду смешивать в пропорциях 1 к 5, чтобы наша смесь лучше приставала к цепи. Фитиль из свечи можно удалить сразу, либо уже после того, как все растворится. Но я не стал искать легких путей. У меня осталось пару свечей и немного воска для следующих экспериментов. Цепь у меня очень дешевая, на ней нет замка, поэтому я буду использовать выжимку. Нам нужно найти темную втулку, которую мы будем выжимать. Самое главное не выжать втулку до конца, ибо вставить обратно ее будет большущий геморрой. А чудеса видеомонтажа делает эту задачку довольно простой. На форумах варщиков говорят, что второй раз цепь мыть не нужно. То есть, если она напарафиненная, то на ней грязи нет, и ее можно в принципе сразу бросать в парафин. Но я все-таки немного протру. И вот она грязь. Возможно, в первый раз я что-то сделал не так. Варку мы будем делать на паровой бане, чтобы не спалить хату. Выступы на моей банке позволяют ничего не подкладывать между теми самыми днищами. Парафин легко воспламеняется. И поэтому у меня есть огнетушитель. Заливаем все это дело кипятком и ждем, пока растворится. Также вам понадобится полезный предмет в виде крючка. Этот крючок я достал из своей руки. Точнее, его достал хирург. Ну вот, пригодился. Открытый перелом двух костей, и у вас будет такой же. Лайфхак. Минутка черного юмора. Когда наша жижа полностью растворилась, наматываем цепь на руку, чтобы придать ей форму банке. Иначе она может туда просто не поместиться. После чего яростно размешиваем ее нашим крючком, чтобы парафин попал во все сочленения. Я снова говорю, как этот мужик из мира животных. К сожалению, моя жижа начала темнеть. Это говорит о том, что в сочленениях все-таки была грязь. Тут как бы две версии. Либо мой стерен был недостаточно хороший, грязь все-таки туда попала. И будь это парафин, такого бы не произошло. Либо же, комментаторы на форумах, которые говорят, что после парафина цепь чистить не нужно, ошибаются. Или считают, что это количество грязи ничтожно. Через 5-10 минут варки цепь следует достать и распрямить, чтобы она высохла. После чего она становится, мягко говоря, дубовой. Это хороший знак, это значит, что мы использовали правильный парафин. Прежде чем одевать цепь обратно, лучше почистить велосипед. А чудеса монтажа сделают процедуру вжимки цепи легкой и непринужденной. Обратите внимание, я делаю все голыми руками и руки абсолютно чистые. Даже спустя 100 километров вы потрогаете цепь и руки останутся чистыми. В том числе штанина, которая может зацепить вашу цепь. В том числе, если она слетит и вам придется на улице как бы ее поправлять. Руки всегда остаются чистыми. В этом преимущество этого метода. Под этим ракурсом вы можете посмотреть, какой кривой у меня петух. Или это рама кривая. В общем, с этим вопросом мне еще предстоит разобраться. В любом случае, это, собственно, и был обзор того, как смазывать цепь парафином в домашних условиях. Я не претендую на то, что это самый правильный метод. Но, тем не менее, вот он видос, о котором вы не просили. Спасибо за просмотр. Забываем подписаться и обязательно не ставим лайк. Джесси, давай варить.